Еще одна руна, которая также настроит на Вселенную. Ну, представим некий график. Вот он идет график, вот так вот идет. И тут идет второй график. И тут мы видим некую синхронию волн. Так вот, синхрония одного уровня, одного угла и в помощь ему другой угол дает вот эту вот фигуру. Он же идет для победы, символ руна. Он же резонанс, он же помощь разного уровня, он же взаимодействие условно женского и мужского на разных уровнях одного и того же резонанса. Вот этот вот символ, во-первых, они не в резонансе, не в одной точке, скажем так. Это очень плохой, это символ противодействия мужского и женского, это контррезонанс, это разрушение, это беспорядок, это даже не хаос. Где мы видим этот символ? Мы этот символ видим вот тут, космические войска Трампа. Мы этот символ видим вот тут, изобретатель СССР. Это одна из любимейших рум, мудр товарища Сталина. Эту мудру почему-то держит Трамп очень часто. Ну вот тут отойду. На встречах различных. Это можно вот так вот сделать, а вот это вот как веер вариантов возможностей. Казалось бы, простой символ, но вот. Для работы с энергиями, особенно внизу рекомендую вот этот символ, как защита. Тоже обращение к кону, все для победы и символ фрактальности. Одно вкладывается в другое и на острие копья. Назовем это на острие копья. Это мудро, которое поможет собраться и защититься именно, отделиться от чужого влияния, настроиться на кону, на гармонию вселенной. Рекомендую на, как и внизу, поскольку все зло, условно, снизу идет тоже отсекать, даже на уровень первой чакры, нулевой чакры, ниже, скажем так, первой. Это дает лучшую защиту, поскольку все зло пытается, и Грегор, и прочее, снизу нервную систему взломать. По крайней мере, у меня так, то есть вот этот вот символ мудро, поставленный внизу на черную чакру, либо или параллельно на белую, то есть вот выше, вот вытянув, вот так по максимуму, потянув, потянув и вот тоже наполнить определенным цветом, белым цветом внутри. И потянуться вверх, наложить реально на белую чакру, на внешний контур энергополя, и сразу почувствуешь эффект. А это не почувствовать невозможно. Самому стать вот этой руной. Наверху ладони делают эту мудру, вот ромбик, руки делают эту мудру, то есть тройной получается. Сначала вот, условно вот, вот так, вот тут вот руки делают, ладони, вот здесь вот руки делают, получается, и вот тут ноги, получается, делают это вот так вот, тройной уровень защиты, тройной уровень этой мудры. Вот так утречком потянулись, наложили, и я думаю, эффект будет хороший. И это позволит причесать, структурировать и сознание, и энергетику, и в резонанс войдет энергетика, сознание и тело. Материя, информация, и все это наложится друг на друга на волну времени. Так что рекомендую эту мудру, она поможет восстановить порядок, ибо время порядка, порядок приходит на эту планету, наконец. Это и защита от магии, это и помощь энергетики, помощь мозгам и помощь борьбе с врагом. Это способ отличать, находить своих от чужих, поскольку с этой мудры, вот условно, ну буквально вот представить ромбик и на человека рядом поставить, к человеку, к какому-нибудь, либо к явлению, сразу понятно, в резонансе это явление, либо человек с ромбиком, то есть с порядком, с куном, или нет. Это тоже будет способ отделять своих от чужих, поскольку без понимания, кто друг, кто враг, жить-бороться, выживать сейчас эта борьба, будет очень сложно.